Приветствую вас, я думаю, что есть несколько, скажем так, несколько вариантов развития событий здесь и несколько есть, скажем так, сторон этой ситуации, несколько позиции. С одной стороны, я думаю, что не очень, не очень хорошо по отношению к подруге. Ну, то, что вы с ним не искренне. Например. И, на мой взгляд, все-таки, нужно стараться, постараться, точнее, постараться быть максимально честной со своей подругой. Вот. И не скрывать от нее своих переживаний, эмоций, какими бы они ни были, даже если они кажутся вам не очень хорошими. Даже если они, даже если они кажутся вам не очень умными, не очень грамотными, все равно подруге их выразить нужно. При условии, если вы свою подругу любите, если вы действительно ей дрожите. Это такой момент. Другой вопрос, что да, есть разные способы, есть разные способы, в принципе, выражение того, что вы чувствуете, то есть, например, вы можете это выразить в виде некоторой такой обиды, вы можете выразить это в виде обвинения, вы можете таким образом свою подругу потерять, потому что она может на вас обидится или ей будет неприятно, или она просто не поймет вообще, что происходит. А можете стараться выразить свои чувства в достаточно такой адекватной форме, которая вообще ничего плохого не отвечает, ну, для вашей подруги, например. И это при условии, что ваша подруга действительно вами дорожит, это позволит вам стать с ней, скажем так, еще ближе, чем вы были до этого. Все, на мой взгляд, только хорошо для вас. С другой стороны, очень важно, на мой взгляд, чтобы вы понимали, откуда происходит обида на подругу, определенную злость на подругу. Вот. С чем это связано? Почему вы, почему вы, почему у вас есть ревность к одной, к подруге? Вот. Как вас задевает конкретно то, что подруга скрывает заедет с другой подругой? Да. Вы пишите, что она заедет повидаться с той подругой, которую вы просто ненавидите. Откуда ненависть к той подруге? Что плохого вам? Она сделала, если сделала. Ну вот. Вот эти моменты нужно выяснить. И вам, самой, в принципе, будет легче. Потому что вы будете понимать себя. Вы будете лучше чувствовать себя. Вы будете качественнее отдавать себе отсчет в том, что с вами происходит и как с вами происходит. Ну, то есть, на мой взгляд, пойдет такой вот, ну, такой переориентир, скажем так. С, эм. С себя на, вот из, сокрушающих людей. На себя. И вам будет легче, эээ, понять причину. Того, почему все, именно, именно так, произошло. Почему именно так все случилось. Вот. Ну, опять же, на мой, на мой взгляд, то есть здесь, эээ, здесь два, два, два таких, таких момента, на которые необходимо обратить внимание. Ваши. И, когда и если это будет сделано, то ситуация начнет потихонечку возвращаться. Вот, значит, вы будете, эээ, ну, больше, все, больше, все, большей степень расслаблены. Вот, и можете более свободно выразить то, что, например, чувствуете то, что, например, хотите то, что, например, представляет лава цены, мы вас. В свою очередь, позволит сказать, что ревность является следствием определенной неуверенности в себе, ревность является определенным следствием проблем внутрилических. Вот, страх одиночества, следствием страха одиночества. Вот, и прочее, 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 что тоже нужно разбираться. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.